Я вначале вкратце напомню, о чём вообще шла речь в прошлый раз. И потом мы перейдём к нашей сегодняшней теме. И опять же, раз призываю к чему, чтобы участвовать в обсуждении, задавать вопросы, если они появляются, насколько я предпочитаю, в формах какого-то диалога, просто парафронтальный лекарств. Так вот, что касается прошлого раза, я к тому же вижу, что, на самом деле, меня к прочим подходят в комментариях, но мне кажется, что совсем не все из тех, кто здесь сегодня в прошлый раз были. Так вот, в прошлый раз я поэтому, может быть, несколько расширю это в резюме. Речь шла о том, какое вообще место сексуальности и секс занимают в синтезном методе, в центральном смысле. В принципе, вся эта серия реакций, она, в общем говоря, построена как некоторое такое зум расширение вот этого краткого трактата о методе. И я поэтому вначале не предлагаю какие-то вещи, которые в трактате уже намечены, но в целом краткий трактат, то там основные шаги или основные принципы континентального метода намечены только в общих чертах, и они нуждаются в конкретизации. Так вот, основной целью этой серии лекций является как раз антритизация той части континентального метода, который имеет дело с сексом и сексуальностью. Поскольку в кратком трактате о методе более-менее изложено то, как функционирует сексуальность, а функционирует сексуальность в рамках континентального метода как основное средство размыкания ситуации, как основное средство перехода от одной степени разрешения к другой степени разрешения. При этом остается, возможно, не совсем ясным, а как это собственно сексуальность делать, а как получается, что вообще именно секс обладает вот этой вот центральной ролью. Ну и что это вообще за критический сексуальный секс? И, как я говорил уже в прошлый раз, уже можно было написано даже в анонсе, это конкретизация и прояснение роли сексуальности в конистентальном методе включает в себя три основных вопроса, а именно как заниматься сексом, с кем заниматься сексом и чем заниматься сексом. Ну и в прошлый раз мы начали некоторое прояснение этих вопросов. Я напомню, что в прошлый раз шла речь о том, что я назвал некоторой диалектикой. двух основных стадий континентального метода, двух основных стадий размыкания ситуации, а именно резолюция, дефилиция с одной стороны и резолюция с другой стороны. Так, то есть, прежде всего, возможно, стоит сказать еще пару слов о самой этой проблеме, о самой проблеме размыкания. В принципе, речь идет о некотором базе факте, который представляется определяющим для позиции в материальностической диалектике по отношению к реальности. факте, который усвоится к тому, что, с одной стороны, наша способность к пониманию чего-либо, наша способность к действию детерминирована той ситуации, в которой мы находимся. то есть, то, что мы можем узнать, то, что мы можем усвоить, и то, что мы можем сделать, то, что мы можем освоить, определено теми обстоятельствами, в которых мы рождаемся, в которых мы живем. Детерминация может носить разный характер, культурный, лингвистический, физиологический, какого-то. Так вот, это одно базе подтверждения. А второе подтверждение заключается в том, что эту детерминацию можно преодолеть. Возможно, некого рода переключения. И, собственно, когда я говорю о размыкании ситуации, когда я говорю об изменении степени разрешения, я имею в виду именно такое преодоление вот этой вот детерминирующей у нас границы. И, собственно, центральная роль сексуальности в кондисментальном методе связана с тем, что именно секс в кондисментальном методе служит основной областью, в которой такое размыкание производится. Т.е. основное утверждение, которое я в прошлом раз пытался как-то вкратце изложить, заключается в том, что сексуально стационированным образом, что обладает вот этим вот свойством изменять степень разрешения. изменяется степень разрешения. Особственно, в кондисии, я беру себя, разрешение может означать две вещи. Разрешение может означать степень отчетливости, и разрешение может также означать тот или иной масштаб. И именно поэтому, в кондисментальном методе, есть вот эти две важные ступени. Они, собственно, соответствуют этим двум возможным значением терминов разрешения. И, собственно, диалексика, о которой шла речь в прошлый раз, заключается в том, что эти две ступени связаны между собой. С одной стороны, ступень-дефиниция – это ступень, которая предполагает выяснение основного конфликта той или иной ситуации. Я помню, что в прошлый раз речь шла также о том, что кондисментальный метод предполагает такой некоторый радикальный аутизм. Радикальный аутизм, возвращающийся к лебницевской монтологии, к лебницевской концепции некоторой единицы реальности, как монады, не имеющие окон. Иными словами, на практике это означает, что в кондисментальном методе это все основывается у краткого трактата метода. Здесь первая часть, первая часть такая антологическая, спекулятивная. И, собственно, вторая часть, методологическая, практическая, которая относится к тому, о чем я сейчас говорил, основывается на выводах и заключениях этой первой части. Вот, эти выводы и заключения доказают, что они предполагают, что наиболее адекватным способом отношения к происходящему с нами является отношение к тому, что включается в эту последовательность событий, с которыми он встречается, как некоторого рода нашему личному театру, некого рода нашему личному сценарию. Да, то есть это предполагает радикальную рутину, как я уже сказал, да, радикальную рутину заключается в том, что вопросы, которыми имеет смысл задаваться, вопросы, которые вообще обладают потенциалом для адекватного разъяснения реальности, это вопросы, связанные с тем, каким образом то или иное событие, каким образом тот или иной человек, с которым я встречаюсь, встраиваются в некоторую серию происходящего самого. Это предполагает некоторого рода на первую ступень радикальный отказ, редукцию, как это называется в трактате, выяснение отношений и, в принципе, предположение о несуществовании другов. Да, то есть я отношусь к другим людям прежде всего как к актерам некоторого рода в моей личной пьесе, как к функциям разворачивающейся драйвер, которые единственным и центральным персонажем являются я. Я могу задаваться вопросом о том, вместо того, чтобы выяснять, почему, да, не спорюстировать это совсем просто, да, вместо того задаваться вопросом, почему этот человек мне говорит то, что он говорит, что, собственно, он и она хотела сказать, а о чем это свидетельствует в его отношении ко мне, почему этот видит отношение к мастере отношений. Потому что я пытаюсь в связи с каким-то происходящим событием, особенно если, да, современный человек обычно это не делает, когда речь идет о землетрясении, например, для движения вулкана или грозе, да, в отличие от людей, предшествующих, потому что они тоже к этому всему пытались выяснять отношения, да, вот там гроза началась, это значит, что кто-то там ко мне просто плохо относится. Да, человек это делает только по отношению к субъекту, потому что субъект он это делает, да, или кто-то что-то говорит, я пытаюсь понять, а почему, собственно, он мне это говорит, а что, знаете, почему, да, в чем вообще смысл этого вопроса, почему я пытаюсь быть какой-то такой отсутствующий центр, да, я сталкиваюсь с чем-то, и это меня вводит такой вот германетический коллапс. Коллапс, потому что, на самом деле, этот вопрос не имеет ответа. Вот русско-классическая литература, Зостоевский, в том числе. Напомню, как меня на самом деле поразило совершенно по чтению «Идиота», где-то лет 18-19, потому что я понял, что действительно люди, на самом деле, совсем могут и не понимать, почему они делают то, что не делают, почему они говорят то, что не говорят. Да, Бахтин, я думаю, достаточно близкую вещь будет в виду, когда говорит о полифонии у Достоевского, да, вообще об отсутствии некоторого окончательного решения, отсутствии некоторой окончательной возможности, да, только авторской точки зрения, ну, точки зрения всезнающего, не важно, да, где она, главшей вообще нет, да, которая позволяет дать ответ на вопрос о том, а почему там Настасья Филипповна так себя ведет. Не то, что она, и даже не то, что она этого не знает, да, потому что можно было предположить, что она этого не знает, но вообще-то это, в принципе, кто-то знает. В этом смысле отсутствия всезнающего автора – это просто, на самом деле, именно указание на то, что, в принципе, такого знания нет или может быть, потому что его вообще нет. Но, тем не менее, мы имеем тенденцию, это такая естественная установка, как выразился бы Гусар, и первая часть как раз объясняет, почему мы имеем такую тенденцию, помимо прочего. Мы имеем тенденцию вот такого рода воронки постоянно впадать, да, они нас затягивают, мы сталкиваемся с каким-то, там, происшествием, и мы пытаемся начать выяснять, почему она или он имеет отношения к разного рода межличностным, романтическим отношениям, не только, на самом деле, к служебным отношениям, отношениям с обществом, да, что общество, нам хочется сказать тем, что оно так или иначе всегда по отношению к нам везет. Это одним из главных выводов из первой онкологической части трактата, утверждающей реальность совпадений, утверждающей, что совпадение – это единственная субстанция, разворачивающая внутреннюю структуру совпадения, показывающая, почему совпадение так устроено, что оно неминуемо блокирует само себя, оно неминуемо распадается. Одним из главных практических выводов является вывод о первичный рядах, значит, собственно, субстанция. Станция имеется в виду в аристотельском смысле. В аристоте говорить о том, что «бытие» сказывается в различных смыслах, да, что можно существовать в большей или меньшей степени. А что оно можно существовать? По-разному и в разной степени. А что значит «по-разному» и в разной степени? Это значит, что есть некоторые вещи, которые существуют сами по себе, не нуждаются в других насуществу, а есть вещи, которые нуждаются для того, чтобы существовать. Ну, например, вот, там, заяц, он не нуждается в чем-то другом, в том, чтобы сосчитать. Серый цвет, он нуждается в зайце, потому что для того, чтобы был серый цвет, нужно, чтобы было что-то, чтобы было окрашено в сердце. Число 2 тоже нуждается в том, чтобы был зайц и еще один зайц, как можно сосчитать. Вот, повреждения про... Ну, это да, это рисует считать, что зайца тут не знаю. Существует, с одной стороны, есть вообще выявление того факта, что быть можно в разном смысле, а, с другой стороны, есть вопрос, есть ответ на вопрос о том, а что в первичном смысле существует, а что в третьей смысле существует. Так вот, конститальный метод, он в первом согласен с институтом, а во втором нет. То есть, с точкой ряги конститального метода, на самом деле, с институтом все тоже гораздо сложнее. Я здесь не буду тратить этот вопрос, потому что, вообще-то, институт, да, утверждает, что субстанция является не... ну, да, заяц. Но заяц как удерживание мести формы и материи. Некоторая материализация формы, некоторая формализация материи. В этом смысле, Алистонсель и вся, в общем-то, с него, с Платона, начинающаяся в онфологическом-тефизической позиции, традиция делает своим объектом удерживание мести разделенного. Он утверждает, что удерживание мести разделенного – это то, что существует в первую очередь, но при этом всегда редуцирует удерживание мести разделенного к тому или иному частному случаю удерживаемого мести разделенного, то есть тому или иному удерживаемому. Например, в форме и материи. Или, например, в создателю и творит. Или, например, в физическому и в психологическому. Я не хочу сейчас, на самом деле, углубляться в этот вопрос. Я хочу только сказать, что континентальная онтология утверждает. Она утверждает, что, на самом деле, это, в общем-то, не является таким слепым пятно. То есть тем, что вся ментапизическая традиция утверждает в качестве первичных существующего в своему проскакивания. Да, удерживание мести разделенного или совпадения. И континентальный метод, спекулятивная интервенция, которую осуществляет континентальная философия, делает именно удерживание мести разделенного центром знания, утверждает его в качестве субстанции. Ну, на самом деле, сразу напрашивается вопрос. И с этим вопросом то, о чем я сегодня вообще-то собираюсь говорить, непосредственно связано. И это непосредственно отношение. В том, что, собственно, я сказал, что удерживание мести разделенного или совпадение – это субстанция. То, что существует в первую очередь, то, что существует само по себе. С другой стороны, я сказал, что континентальный метод утверждает совпадение в качестве субстанции, утверждает совпадение в качестве первичной реальности. И тут, соответственно, появляются вопросы. Если он существует само по себе, то зачем его утверждать? И в этом утверждение сексуальность играет определяющий рот. Зачем утверждать с помощью зума сексуальности? Зачем утверждать совпадение как субстанцию, как реальность, если оно и так выглядит? А тут, с одной стороны, совпадение устроено так, что оно неминуемо распадается, оно неминуемо всегда выпадает. Об этом я сегодня говорить не буду. Если вы хотите и не верите мне на слово, то вы будете прочесть первую антологическую часть трактата. Но, с другой стороны, человек устроен так, что он имеет возможность, имеет свойство эту распадающуюся субстанциальность восстанавливать или утверждать. Но восстанавливаться это не совсем верно, потому что ее, вообще говоря, никогда нет. Потому что каждый раз, первый раз возникает заново с этим актом восстановления, на всяком сексуальном характере. Но, с другой стороны, она возникает заново, она возникает в таком центральном отзыве, что она возникает заново, как всегда существовавшая. И об этом как раз сегодня я и собираюсь поговорить подробно, поскольку сегодня в основном речь пойдет о коинцидентальной антропологии, как обосновывающей вот эту вот центральную роль сексуальности. Да, но прежде чем начать говорить об этом, я закончу некоторые резюме, или, да, не совсем даже зима, опять же, поскольку в существовании здесь сегодня, по сути, в общем, даже раз, кажется, не было. Того, о чем что-то речь. Да, я, почему, собственно, я говорил сейчас про субстанциальное совпадение. Потому что то, о чем я начал говорить, вот это вот отношение, да, это радикальный аутизм. Право на радикальный аутизм является непосредственным следствием этого утверждения в субстанциальном совпадении. Ну и субстанциальное совпадение означает, что я имею право, что оправдано относиться как в первую очередь реальному, кто и в ленте, да, и в этом смысле современные информационные технологии как раз помогают. Я думаю, что они, на самом деле, в первый раз делают, возможно, настоящую лентологию, настоящую такую свадебницкую философию, да, это относится по-стоящему, по-моему, как некоторые ленте, которые это пранутаются. Да, поскольку первично реально вот это вот удерживание вместе разделенного в том, что со мной происходит. И вот этот радикальный аутизм, он позволяет мне также в этом том, что со мной происходит, выявить некоторые навязчивые паттерны. И, собственно, выявление этих навязчивых паттернов – это и есть первая стадия процесса разрешения, первая стадия того процесса изменения в степени того, что я могу знать, того, что могу понять, который в прошлый раз, я, прежде всего, выявляю вот эти вот навязчивые, повторяющиеся моменты, отделяя их носители от тех конкретных событийных полей, тех регионов, в которых я их встречаю, выстраиваю их в линию, которая соединена исключительно тем, что это линия происходящего со мной. И, собственно, основным утверждением континентального метода по отношению к сексуальности являются утверждением о том, что… Да, собственно, что я делаю с этими выявляемыми сериями. Эти серии указывают на некоторые точки, вокруг которых разворачивается конфликт, не дающие ситуации, в которой я находюсь. И точки, которые являются одновременно теми точками, которыми эта ситуация замыкается, и в которых эта ситуация может быть разомкнута, которая может быть произведена некоторое действие изменения степени разрешения. Тут важно сразу сказать, что выявление вот этой вот серийности, выявление этой навязчивости, оно… ну, собственно, вот я выявил их. И что? Да, оно не предполагается влекущим за собой вопросом, а что это значит? Или, точнее, куда это можно сдвинуться. А в этом смысле определяющим для всего континентального метода является та цитата из Ленина, с которой, собственно, начинается весь этот трактат, про то, что представитель угнетённого класса, он бьёт прямо быка за рога, в отличие от интеллигента, который говорит, вот, типа, какая сложная ситуация, непонятно кто-то за кого, какая мучительная вещь, это исключительно сложная революция, это буржуазный интеллигент, как, думаю, это чувствует. А рабочие или представители угнетённого класса думают, мы их нажали, они не смеют охранничать, как прежде, нажмём ещё, сбросим совсем. Так вот, тут центральным, как мне представляется, помимо прочего, является именно это вот указание на знание о том, куда нажать, на знание о том, как взять выказы рога, да, и как что-то, чего-то сбросить. Так вот, собственно, континентальный метод утверждает, что именно сексуальность, именно секс и является тем, что осуществляет вот это вот действие нажатия и сброс. Да, то есть, собственно, после того, как производится вот это вот действие дефиниция, после того, как появляется основной конфликт, после того, как появляется та точка вокруг которой этот основной, то перворазделяемое, что является предметом этого конфликта, необходимо разрешающая, изменяющая степень дефиниции действия, и это действие, это действие сексуально. Да, собственно, континентальный секс – это секс, который производит вот это вот разрешающее действие в точке основного конфликта. Да, и это, собственно, и подразумевается основным некоторым призывом по отношению к сексуальности, который лежит в основе всего принципиального подхода, а именно призывом перевести сексуальность из-под власти императива наслаждения, из-под власти императива удовольствия в область знаний. Да, то есть секс – это не про наслаждение, секс – это про знание. Понятно, что знание может сопровождаться, не сопровождается, а решением определенной задачи, сопровождается удовольствием и наслаждением, которое мы получаем от этого решения, но удовольствие – это не главное. Ну и, собственно, диалектика дефиниции и изолюция, которая шла в прошлый раз, может быть подытожена как то, что эти две стадии друг от друга зависят. Потому что секс без основного конфликта пусто, а основной конфликт без секса слеп и не в состоянии увидеть сам себя. И это уже несколько больше подводит нас в том, о чем пойдет речь сегодня, потому что, да, ну, собственно, каким образом осуществляется эта взаимная зависимость, почему, собственно, основной конфликт становится по-настоящему осознанным в качестве основного конфликта, почему центральная точка основного конфликта может быть по-настоящему удержана только в процессе его размыкания в сексуальном акте, и почему, с другой стороны, сам сексуальный акт может обладать этой способностью размыкания, только если он некоторым особым способом направлен, интенсионально учитывает основной конфликт, это станет более ясно только если ответить на вопрос о том, как, собственно, секс может выполнять что-то вот функцию размыкания. Да, но прежде всего мне хотелось, и на этом я закончу эту резюмирующую в прошлый раз часть, мне хотелось указать здесь на некоторый способ континентального существования. В некотором смысле этот трактат, одна из его главных целей, это именно представить некоторую роду новую возможность существования, и в этом смысле термин разрешения, он также имеет дополнительную роль, дополнительную функцию, поскольку, я думаю, что тот способ существования, о котором здесь идет речь, он, в общем-то, присущ в той или иной степени многим людям, живущим в нынешней ситуации, но при этом он как бы запрещен, то есть мы живем таким образом, но мы как бы не имеем права, не имеем права не потому, что нам кто-то запретил, а я думаю, что мы сами себя запрещаем, потому что для него как бы нет места, потому что это как бы о чем тут вообще говорить, глупости какие-то, ну, как вообще можно всерьез говорить о том, что мы там с помощью секса, что-то такое, да, и есть же вот люди вокруг какие-то, да, есть такие, да, по-другому надо решать. Способ существования – это способ существования у человека проясняю. А еще, да, это способ существования, в котором главной ценностью, причем ценностью как этической, так и антологической, поскольку тут вся основа антологии, отсюда какой-то отдельный этикенж, является именно разрешением, да, то есть в некотором смысле можно в основном максимуме тут стимулировать, как разрешаю следовательно существу, и существую в той степени, в какой разрешаю. Да, в некотором смысле это секулярный вариант такого, да, религиозного способа существования, то есть, да, возможно наиболее вязаной степени представлены в такой кубалистической, вурианской, в хасидинной, темы, разрабатываемой системе поднятия искр. А, да, предполагается, что смыслом существования человека является, ну, там, некоторая операция поднятия искр, святости из полочек нечистоты, я понимаю, что существовала некоторая примордиальная катастрофа, в результате которой Божественный Свет оказался ввергнут в пучины нечистоты, и целью существования человека вообще, особенно практикующего каббалиста, является прояснение, является извлечение вот этих вот рисковых оболочек, которые оказались заключены, и, вообще говоря, внутреннее развитие этой традиции каббалистической, и затем хасидской, что происходит в таком объекте про иммунитизацию. Ну, здесь сначала предполагается, ну, а как это прояснение происходит? Вначале, хотя, на самом деле, уже и в урианской каббале, то есть, да, в том течение, которое появляется в 16 веке, связано с именем Митцоколурии, его ученика Ахана Миттеля, уже там, на самом деле, эта тенденция коммунитизации присутствует, но также есть, да, некоторые там предположения, что, возможно, это прояснение, понятие искр святости, но там происходит с помощью каких-то особых сочетаний букв, поджественных имен во время молитвы, ну, в общем, в каком-то интеллектуальном созерцании. В другой взгляде присутствует и другой вектор, и он развивается в хасидизме, который связан с тем, что вот это вот поднятие иска, прояснение, оно осуществляется в процессе каких-то совершенно каждодневных материальных действий, еды, например, да, то есть вот то, что человек ест что-то, это такой акт поднятия иска, фундаментальный, да, потому что происходит такой разлоб, ну, на самом деле, диско-гегерская идея про еду, как некоторую изначальную негацию, да, потому что, да, зубы, они разрушают целостность данного мне, данного мира, извлекают из него, да, и разделяют его на усваиваемое, на усваиваемое и на неусваиваемое. Сексуальность тоже там играет центральную роль, а при этом всё больше и больше предполагается также, что у каждого человека есть некоторый, его собственный, только его определяющий корень души, и происходящее с человеком связано с вот этим вот корнем, и с тем, что есть такие иска святости, которые только этот человек в соответствии с этим корнем его души может происходить, да, то есть вот я, например, встречаю этого человека, я занимаюсь с ним сексом, или я встречаю вот эту вот курицу, её съедал, и в этом отношении, опять же, здесь есть некоторый радикальный аутизм, это действительно совершенно, да, опять же, секс важнее, на самом деле, чем еда, но еда это тоже важно, да, потому что каждый акт еды описывается не в роду сражения, потому что всегда может быть, да, что я смогу прояснить те иски, которые находятся вот в этой вот курице, а может быть наоборот, что она меня как-то затянет, вот вот те силы внешнего, у которых в курице присутствует, они меня даже там, да, вот, касается, конечно, более фундаментальная роль, да, но в любом случае, да, я и курица, и человек, с которым я занимаюсь секс, с которым я встречаюсь, они не встречаются потому, что у меня вот есть вот какое-то такое, то, что это такая задача, которая в этой демонстрии. Ну вот, в некотором смысле, кунистинентальный метод – это разрешение подобного способа существования, разрешение, которое современному человеку необходимо. Почему он необходим современному человеку? Потому что современный человек, да, опять же, есть классическое кантовское определение современности и просвещения, как выхода из состояния детскости. Современный человек, почему он таким способом не может сочетать, прежде всего, да, почему вообще, да, еще до всех там, прагматических соображений, я думаю, да, этот способ осуществляется, как лично не должен. Потому что предполагается, что есть кто-то, кто ставит перед нами задачу, да, предполагается, что есть это вот изначальное состояние, которое мы должны восстановить, есть изначально определяющий нас корень души, которому мы должны соответствовать. Есть кто-то, кто нам этот корень вменяет, и есть кто-то, кто нас награждает за то, что мы следуем этой задачи, и доказывает за то, что мы их следуем. Так вот, собственно, одной из главных целей консистентального метода, и той антологии, которая излагается в первой части трактата, является указание на то, что подобного рода существование возможно без предположения существования вот этой вот фигуры всезнающего взрослого. без предположения о том, что существует некоторая инстанция, вменяющая задачу, и вообще без предположения о том, что существовало некоторое исходное состояние неадачности, вот эта вот смешанность, предполагающая необходимость прояснения, совсем не обязательно указывать на какое-то исходное состояние, которое должно быть восстановлено, и которое делает все наши попытки прояснения некоторого рода детским упражнением, потому что когда-то, ведь, на самом деле, все уже было нормально, но просто, да, нас зачем-то кто-то дрессирует таким образом, и все было нормально. Но, опять же, у лурьянских каббалей это тоже не настолько однозначно, но, тем не менее, есть такой момент, вообще теологический момент в целом. Так вот, речь идет о том, чтобы наметить все возможности разрешить такой вот способ существования человека, поясняющего, и в этом, пояснение, как я вам сказал, центрального, кроме края. Осталось, и теперь, собственно, простите, почему. Вот, если есть какие-то вопросы по этому, некому восстановлению, по резервирующему, то... вот, самое понятно, как бы, этот метод, интиментальный, способствует улучшению, скажем, индивидуальных условий существования, но, если говорить о бытии вместе, да, то есть, ну, там, от Аристотеля мы знаем, да, что, все равно, полис, он строится по модели, то есть, он строится вокруг идеи общего блага, и, как бы, вопрос совместного существования очень важен. То есть, вот, как бы, континентальный метод, как-то отвечает этот вопрос? К самом деле, нужно добавить, возможно, еще один момент, который связан с бутильностью, и он, собственно, непосредственно связан с сексом. Да, он связан с сексом, поскольку, да, континентальный метод, действительно, утверждает, прежде всего, что другого не существо, то, что лучше, после думать о другом, когда о нем не думать, но он также утверждает, что мы должны признавать за другим точно такое же право. Мы должны понимать, что другой точно так же видит в нас часть его собственного спектакля, видит в нас часть его собственной ленты. А феноменально и опытно это вот сосуществование различных лент дано именно сексом. Собственно, прежде всего, значимость секса для континентального метода связана именно с тем, что сексуальность и секс – это некоторый опыт, в котором, чем в большей степени я погружаюсь некоторую совершенно аутичную свою собственную последовательность – прикосновение жестов, тем в большей степени я… да, я другого смотрю, как часть этой совершенно аутичной последовательности, тем в большей степени я осознаю, что аналогичная ситуация происходит с другими. да, что… и что происходит совпадение между этими двумя последователями, несмотря на то, что они абсолютно не связаны. да, то есть, собственно, сексуальность – это единственная область, которая нам непосредственно дана, это не предустановленная гармония, а совпадение между этими этими, которые являются некоторым паристом, паристом. А… то есть, сущной определенного рода императив континентальный, который связан с… а на самом деле он может в реальности осуществляться вокруг, для некоторой памяти о сексе, да, потому что как я могу вообще… если я хочу, чтобы это было не просто каким-то требовать, да, прескрипцией, признавать за другим это право. Если я хочу, чтобы это было каким-то реально обоснованным требованием, то оно может осуществляться поскольку, поскольку я непосредственно и опосредованно отношусь к другому, как к некоторому возможному объекту сексуальных отношений. Неважно, со мной или не со мной, да, в этом смысле, да, полагается, что такого рода в этом отношении изначально сексуализация это такое, да, создавали для всякой общественности. Ну, и в принципе, если говорить, то есть, тут возникает любопытный вопрос, а может ли вообще функционировать социум, для которого будет, да, именно такого рода принцип, там, сколько прояснений, столько существования, руководящий принцип. ну, я, в принципе, конечно, думал, что не только может, но что вообще, это, в общем-то, должно быть главным принципом существования коммунистического общества. в этом смысле, например, я вот не помню, я в прошлый раз упоминал про Эммануила Янчмана. Наверное, упоминал. Да, не упоминал, да, это странно, потому что я, да, такое вот, изобретание теории новой биологии, вообще, герой Гражданской войны, в 1921 году он выпустил две брошюры теории новой биологии, ТНБ, у него были последователи, последователи ТНБ, точно. И, у него там, ну, у него на самом деле много всякого любопытного, он был достаточно влиятельным, Бухарин в какой-то момент, как поняли, что мы как-то бороться, Бухарин в 1923 году выпустил брошюру, которая называлась Генчмениада, которая была посвящена развенчанию Генчмана. Вот. И у него там, то есть, собственно, содержание этих брошюр, сводится к тому, что... Генчмениад претендует, он не просто излагает какие-то факты, он претендует на то, чтобы изменять человека вот этим вот самим процессом чтения, или 15 биологических анализаторов, как он их называет, которые он вводит в организм читать. Анализаторы — это просто тезис, да, то есть, человек читает эту книгу, вот эти тезисы в его организм вводятся, и у него в организме начинается бурный органический революционный катаклизм, который... и есть настоящая, когда Усеньшман считал, что революция 17-го года — только начало, за ним должна последовать вторая революция, и вот это как раз и есть революция, которая осуществляется своими брошюрами, вот этот вот катаклизм. И точно так же у него там теология в какой-то момент очень любопытая появляется, что точно так же он пишет исход из Египта соотносимо с Синайским откровением. Так что исход из Египта был как революция 17-го года, а Синайское откровение — это вот его теория новой биологии, потому что Синайское откровение — это было какое-то из-за того, что вот эта говоримова биология, она к этому как раз и ведет. Вот. Но я почему сейчас это вспомнил? Я вспомнил, потому что помимо вот этой идеи, да, биологический амблизатор, у него есть некоторые основаны на этом, да, эти утверждения, они все про то, что на самом деле никакого отдельного психологического мира не существует, да, существует только некоторого рода такая сенсомоторная цепь, эпохидаризм такой, цепь реакции, и целью человека должно быть увеличение стенических, как вызывает Яншман, реакции, радостных, ведущих к усилению жизненных сил, и Яншман задается вопросом, а как вообще должно быть устроено общество, которое построено на такого рода понимание человека. И вот он пишет, что вообще-то принцип от каждого по способностям, каждому по требностям, это тоже устаревший принцип, а по-настоящему коммунистическое общество, должно быть построено на другом принципе. Должно быть построено на принципе каждому в соответствии с коэффициентом радостности. То есть Яншман там рисует такую перспективу, даже вся власть должна быть передана революционным научным советом, во главе главного кто-то стоит сам Яншман. Предлагается, по-настоящему. Яншман там пишет в конце, что он надеется, что вот он у себя в какой-то мансарде в Кисловодске, извлечаясь от роднений, пишет эти тессы, но он надеется, что председатель Совета народных комиссаров это прочтет, и поймет, в общем, Ленин, что настала пора переходить второй стазе, взять Геншмана, поставить его всего. А эти советы революционно-научные, они что будут делать? Они будут выдавать паспорта биологические каждому, в которых будет указан его коэффициент радостности. И в соответствии с этим коэффициентом радостности, его соотношением со средним коэффициентом радостности на настоящий момент будет определяться и его участие в труде. Мне интересно, что он пишет, что должно быть уничтожено между производством и употреблением. Поэтому его также не устраивает этот принцип под каждого способностям каждого употребления, потому что предполагается, что область производства это одно, и потребление это другое. Он считает, что это должно быть вообще и общим процессом. И коэффициент радостности он одновременно устанавливает и то, как человек трудится, и то, что он потребляет. Мне, в принципе, кажется, эта система, тут при желании, конечно, можно увидеть всякие там антиутопические, замятинско-орвиновские моменты, но мне кажется, что на самом деле есть некоторое очень здоровое основание во всей этой системе Яничмана. И, ну, если представить себе некоторого рода общество будущего, континентальное такое общество, континентальное общество, то это общество, которое действительно ценит человека, обеспечивает, соответственно, его существование, и вообще это общество, в котором человек считается в той степени существующим, в какой он занимается деятельностью по прояснению. Да, независимо от производства. Да, тут важный момент, на самом деле, который связан, который я сейчас не буду особенно углубляться, который связан с отказом от, да, он связан с общей антологией, опять же, которая излагается спекулятивной интервенцией в первой части стартата, но он связан с тем, что тот человек, проясняющий, он противостоит вероятность человеку, производящему. Это не значит, что ничего не надо производить, да, но это значит, что еще так же, как удовольствие, наслаждение, вторичное, в секторе по отношению задачи, также производство, появление, неважно, нового продукта, нового субъекта, он может производить самого себя, чем, например, в современных художниках сейчас, производить некоторую новую реальность. Это все вторично по отношению к процессу прояснения. Радикальность перехода к прояснению заключается в том, что продукт вторичен. Продукт вторичен по отношению к прояснению, и, ну да, я думаю, что можно представить себе общество, в котором действительно руководящий принцип является принцип прояснения. это, на самом деле, да, в плане, скажем, чисто утопического, да, в плане, да, можно апеллировать к некоторому такому естественному чувству справедливости. Ну, разве не было бы справедливым такое общество, в котором человек, в котором существование человека поддерживалось бы, в котором человек зацелился бы, просто за то, что он является тем, как он является. Да, просто за то, что он, в некотором смысле, живет так, как ему следует жить. Да, не потому, что он что-то производит, а потому, что он решает какие-то задачи, которые встают у него или вроде пульсив. Да, потому, что он правильным образом ест ту курицу, которую он ест, наоборот, или правильным образом занимается сексом. И, в зависимости от того, насколько он правильным образом ест курицу или занимается сексом, он наценится обществом. Так и есть. Во! В том-то и дело, что на самом деле, соответственно так есть, но с другой стороны, это в некотором опоследованном виде так есть. Потому, что, на самом деле, это, почему я считаю, что именно сейчас коинцентальный метод тебе обходить. Потому, что, что это противоречие. А противоречия заключает в том, что, действительно, так я чувствую, что так должно быть. А с другой стороны, современном обществе, все-таки так не устроено, официально пока. И тут, да, официально. социальные институты признания, например, так и работают, люди приобретают авторитет таким образом. Ну, да, да, просто тут все-таки неправда. потому, что, это все. Вот, именно с этим, с этим ощущением, ну, есть некоторое опасение, да. Ощущение, оно основано на опасение, которое, да, банально, и, на самом деле, это опасение, которое, обычно, да, базисное, инстинктивное, возражение по поводу всяких утопических проектов устройства в обществе заключается в том, что, ну, типа, хлеб-то выращивать. А вот, если вы все будете тут правильным образом писаться, заниматься, то, как бы, станки все встадут, да, и, так вот, почему, собственно, нужна первая этологическая часть? Первая этологическая часть утверждения реальность и совпадения, ну, нужно для того, чтобы продемонстрировать, что тут не надо ничего бояться. Поскольку совпадение является субстанцией, поскольку удерживание вместе с ледом реально, в первую очередь, то, можно положиться на некоторого рода тот механизм, который реальность вызывал перед столовой гармонии, нам Смит называл невидимой рукой рынка, но, на самом деле, это все в некоторых рзац, да, что это некоторое вот это вот, силу удерживания вместе разделенной, которой, если каждый следует своей собственной задачи, таким образом удерживает вместе разделенной, что и станки не ставятся, и хлеб продолжает расти. вот, в общем, важный, конечно, вопрос про социум и про утопию, в таком смысле, в принципе, я думаю, что, конечно, можно представлять, это обычно такие карикатурные, про кебутсы, особенно, в израильском фильме тут вопрос про матрас, который какой-то паре нужно выделять или не нужно выделять, чтобы они занимали социум, там общая собака и кебутсы, вот они обсуждают, трудно матрасы не нужно. В принципе, можно, конечно, в этом направлении карикатура, да, но я думаю, что вполне, да, консидентальные, у женщины были революционные научные советы, я думаю, что, да, консидентальные советы в будущем, они вполне могут заниматься вопросом о том, а следует ли этим людям заниматься сексом, а не стенд, заниматься сексом. Да, ну, если эти люди сами, например, обращаются в консидентальный совет с такими вопросами. Ну, а вообще, консидентальные советы они спонтанно могут быть, это, может быть, совет, состоящий из этих двух человек. Так, да, так и происходит. Так и происходит. Топ-то и дело, да. Есть по радио передачи, на нашем радио, звонят люди, задают вот такого типа вопроса, им песню какую-то играют, и, значит, если песня говорит, что, да, живите дружно, то они тогда занимаются сексом. А если, там, какая-нибудь про трагедию будет песня, то, значит, совет не делайте это. Ну, люди разные вопросы задают. Некоторые про секс, некоторые про профессиональную деятельность. Я не знал, за то, что твоя улыбка не надо. В том-то и дело, что, да, это ростки, оно существует, настоящее, но задавливать с временем власти монету невозможно. Вот я буду производить, производить, а производить даже всего то, чего нет. Да, невозможно. Но всё-таки вот вопрос, мне кажется, был про то, как это соотносится с житием вместе в обществе. Потому что там же много народу, и не могут все вместе сексом заниматься. Вот. Или это какой-то другой будет секс? Твоя модель, всё-таки она основана на парном каком-то взаимодействии, а как это распространить на вопросы макросоциального соцсуществования, коллективизма, солидарности? Ну, Фрейд, как известно, считал, что солидарность основана на парных лебединозных связях. Но это всегда мне кажется, довольно сомнительная идея, потому что попарные лебединозные связи всё-таки не объясняют целого, какие же это. Ну, во-первых, не обязательно парные, потому что это может быть по-разному. А тогда это не другая модель. да, но, да, то есть я не говорю, что это именно должна быть парная сексуальность. Это может быть по-разному. я действительно думал, что, да, вообще-то не обязательно это именно человеческая сексуальность. Но, я думал, что здесь в конечном итоге опять же некоторого рода такая горизонтальная серийность является основой для любых вертикальных объединений. горизонтально прежде всего на основании всех индивидуальных существований. Да, то есть я думаю, что если мы в качестве некоторого базисного уровня реальности признаём разворачивающуюся в моей жизни вот эту вот ленту, в этой ленте в ней возникают какие-то общности. Да, то есть я могу обратить внимание на то, что я постоянно имею дело с, например, людьми такого-то типа, да? С блондинками. Да, ну, в принципе, не то, да? С блондинками, да, но, то есть я думаю, что эти связи, они действительно всегда держатся вокруг некоторой сексуальной связи, но к сексуальной связи часто добавляются. Например, очевидным образом, да, вот у меня начинается какая-то там романтическая история, да, какие-то возникают отношения, и очевидно, что одновременно с этими отношениями возникает какая-то группа людей, они не обязательно все непосредственно с этим связи. Да, иногда они могут быть просто темпоральной связи, да? А иногда и непосредственно будут какие-то там друзья, какие-то там, да, такого родственного, тем не менее, понятно, что это каким-то образом, да, что это в целом кластер такой, который появляется вокруг вот этих вот, вокруг вот этих отношений. С одной стороны, да? С другой стороны, и в появлении этих кластеров разных, связанных с разными отношениями, тоже может быть выявлена некоторая серийность, да? То есть могут быть какие-то, например, в этих кластерах повторяющиеся люди, да? То есть вот я тут имею дело с этим человеком, а потом появляется другой человек, они вроде совершенно ничем не связаны, они даже не очень похожи, тем не менее, мне очевидно, что они в какой-то степени по отношению ко мне выполняют одну и ту же функцию, То есть они выполняют одну и ту же работу. И я бы сказал, что в континентальном понимании социальности именно такого рода связи должны являться основополагающими. То есть мы можем представить себе, как мне кажется, ну или вопрос. Можем либо представить себе общество, которое будет основано именно на такого рода связи. Можем представить себе коллективность, которая будет основана на на таких кластерах, с одной стороны, а с другой стороны, на каких-то поверх кластеров существующих связь. Наверное, насколько понятно, что то, что я имею в виду, когда говорю про вот эти вот поверх кластеров существующих связи, например, есть человек, которого ну какой тут пример можно унести? Ну, нам вязанер, скажем так. Человек, который по отношению к нам выполняет роль какого-то человека, который нам говорит, что мы признаем обладающим достаточным авторитетом для того, чтобы не то, что авторитетом, мы к чему-то его слушаем. Обычно других людей мы не слушаем, а этого человека послужим. Ну, это другой человек, который тоже нам говорит, который мы тоже почему-то слушаем. Эти два человека друг к другу не похожи, тем не менее, очевидным образом есть связывающий их поверх таких обстоятельств. Так вот, мне представляется, что, прежде всего, в каком-то чисто утопическом горизонте было бы интересно подумать об обществе, которое основывалось бы на коллективностях вот такого-то. Опять же, здесь некоторым основанием является такой радикальный аутизм, потому что эти два человека, не связаны, в том, что они по отношению ко мне играют этот рот. Но этот аутизм, если он основывается на онтологическо-экономической спекулятивной части, которую предлагает континентальный метод, может претендовать как раз на то, чтобы быть некоторым базисным элементом реальности и социального устройства. то есть, я бы даже сказал, что, возможно, одно из главных достижений, одно одним из более важных аспектов континентального метода, могло бы являться, таким образом, уничтожение некоторого утверждение того, чтобы утверждать субстанциально совпадение, утверждать, что подобного рода аутичные, не имеющие окон, ряды, являются существующими в первую очередь, и поэтому могут появляться основания для некоторых эффективно. но тогда континентальный метод действительно может председать на то, чтобы решить противоречий между частным и личным субстанциально лично. Вот. Но мы сегодня на самом деле как-то мало ли что просяксить, но время уже на тупе. Поэтому все-таки сейчас я приду в санитальный антиопологию, а именно почему я думаю, что это не надо пить. Потому что как вообще секс ответить каким образом сексуальный акт может давать то, чтобы быть некоторым средством разрешения ситуации. И в прошлый раз это последнее, то, что я упомянул. И на этом уже остановились. Речь на Райхе и о его идее панцерности, некоторого рода затвердения, которое как раз преодолевается, которое возникает из-за застоя сексуальной энергии, и которое может преодолеваться только благодаря правильно осуществляющемуся сексу. запомню, что Райх говорит о том, что проблема психоанализа заключается в том, что он продолжает абстрактно, вроде бы секс это центр всего, психоанализ продолжает абстрактно относиться к сексуальности, не обращая внимание на то, что существует особого рода эргастическая потенция, как он ее называет, да, что не любой акт сексуальный всегда требует реализации этой потенции, что есть люди, которые способны на оргазм, и есть люди, которые не способны на оргазм, неважно, женщина или мужчина, всего этого психоанализа абстрагируется, и Райх развивается то, где эргастическая потенция, и если эта потенция не реализуется, а не реализуется, она потому, что человек боится безнадежи, потому что человек боится удовольствия, то тогда вместо удовольствия занимается страх, и это приводит к тому, что возникают вот эти вот затвердения, которые, с одной стороны, уносят психологический характер, собственно, характер, вообще, это некоторая система устойчивых реакций, и эта система устойчивых реакций, как раз, и создается в результате некоторого рода страха, страха перед наслаждением. А с другой стороны, это затвердение, оно также на физиологическом уровне проявляется, то есть, оно проявляется в каких-то окостенениях мышц, суставов, то есть, что-то такое, что физиологически может быть это. И Райх это интерпретирует в такой энергетической паразитме, существует некоторая энергия, которую называют аргон, и вот эта энергия, если она свободно циркулирует, только если человек не боится наслаждения, если он способен испытывать оргазм, то тогда все нормально. А если человек боится, то энергия застаивается, и вот это ее застаивание, оно ведет к образованию этих панцирей, с одной стороны, панцирей реакции, которые да, не дают человеку адекватно реагировать на то, что с ним происходит, потому что, да, у него реакции уже выработаны, он не может от них отказаться. А с другой стороны, панцири на уровне физиологического. И Райх, как я уже говорил, чем дальше тем больше, пытается вообще распространить вот эту вот свою идею с одной стороны, с одной стороны, генитальную энергию отгона, а с другой стороны, поставочек панцирей за область чисто субъективного, за область индивидуального, собственно, вся поздняя идея связана с тем, что он пытается все антологизировать. С одной стороны, засухи объясняют тем, что в природе тоже есть то же самое аргонная энергия, и она в какой-то момент останавливается, и можно с помощью аргонных бластеров. Да, понятно, что он все болезни объясняет этим застоем аргонной энергии строительства и аргонные аккумуляторы, за что, собственно, на медицинском суде в скорейшем итоге не сажают в тюрьму, потому что, да, они считают, что он занимается шарлатанством. А с другой стороны, бластеры он начинает аргонные строить, и направляет их на облака, и он направляет на облака, он подтверждает, что вот таким образом он засуха боится в Аризон, куда-то ей там были очень довольны, когда приехал, сразу закрывал законы бластеров, закрывал закрывал и пошли дожди. Ну и продолжается вообще стараемся инопланетянами, потому что, да, Райх в какой-то момент, когда он облака этот бластер направляет, он случайно на звезду направляет, какую-то звезда начинает играть, на рассказ. Райх приходит к выводу, что звезды, это на самом деле летающие тарелки, которые откачивают до земли аргонную энергию, а он в общем, один единственный ведет борьбу с этими самыми паинцианами, которые совершенно преодолевательны, он там НАСА пишет, униканские воздушные силы, да, опять же удивительно, такой вопрос, что так вообще соглашает, посылает все представители, это все встречаются, да, в общем, он пишет, какая-то дверь этой книги, у него там целая развитая система физики с этим связана, совсем приводилась на то, но, я думаю, что этот коллапс, то здесь, это классический случай, как раз, искр святости, находящихся внутри оболочек нечистоты, я думаю, в соответствии, очевидно, какой-то параноидаль, вот такой, коллапс, но, с другой стороны, я думаю, что само по себе, вот это, стремление к антологизации, вот этой вот системы панцирей, это верно, стремление, но, проблематично, здесь, изначально, энергетическая парадигма, да, проблематично, то есть, я думаю, что, если сформулировать это, еще раз, что, идея Райха, про секс, как некоторый способ, сдвинуть с места, определенного рода, застывшую ситуацию, как, да, сделать ситуацию, соскальзывающей со собой себя, сделать ситуацию, движущейся за пределы собой себя, это, правильный, ее, константальный метод, сохранить, проблематичным, у Райха, как мне представляется, является, то, что там, да, натур, например, называют, энергетическую парадигму, он про Макси говорит, но, очевидно, что она, что это, это все, в терминах, то есть, иными словами, я думаю, проблематично то, что Райх, вообще говоря, недостаточно, следовать своему, собственному призыву, а Райх призывает, как я сейчас только что сказал, к тому, чтобы, пытаться конкретно, не делать секс, но, не с какими-то абстракциями, это продолжается, когда, вот, был плавок, я был плавок, и все, а, я думаю, с тем, что происходит в процессе секса, но, я думаю, что, вся эта история про энергию, она, как раз, совершенно, противоречит, это был, Райховскому, тезису, этому Райховскому лозунгу, потому, что энергия, тоже какая-то абстракция, совершенно не то, с чем мы обычно имеем дело, в сексуальном процессе, тезису, то есть, я думаю, что, необходимо, далее, следу, программе, самого Райха, пытаться, разработав, некого рода, феноменологию секса, феноменологию, феноменологию, сексуальности, которая, реально, подписывала то, что происходит, собственно, в процессе секса, как не странно, это, в общем-то, никто не делал, не странно, это сдается, совершенно, за пределы какого-то, абсолютно, ну, потому, что, предполагается, что тут нечего описывать, так все правильно, хотя, опять же, весь психоанализ, за слово, то, что вообще ничего не понятно, что мы вообще не знаем, что происходит, это рода с сексом. Тем не менее, с этим незнанием, даже Райх, не в достаточной степени, имеете. И, я думаю, что, этого подобного рода, феноменология сексуальности, как раз, и может дать секрет на вопрос о том, каким образом, и почему секс выполняют эту роль размокания, и, более конкретно, почему секс, действительно, оплодает вот этой вот способностью, как Райх указывает, приводить движение, вот эти вот, застывшие панцири. Причем эти панцири, они совсем не обязательно личностные, они, просто, да, характеризуют какую-то ситуацию. Да, то есть, есть, ситуация, которая, каким-то образом, схвачена, то есть, каким-то образом, заморожена, и, секс, это возможность, вот эту вот, сморожность пробить. Таким-то образом, ситуацию изменят, что, собственно, имеется в виду, под действием разрешения, размыкать. И главным утверждением, которое, в самом деле, тоже содержится в кратком интерплате о лекции, но содержится, опять же, в некоторых, в некотором, общем виде, который, я думаю, как раз, в процессе этих лекций, конкретизировать, является утверждение, двойного характера. Утверждение, которое, с одной стороны, сводится к пониманию, пояснению, жестового характера и сексуальности. И, прежде всего, понимание оргазма, как, некоторого рода, сверхжестов. Даже, на самом деле, в определенном смысле, демистификация оргазма. Демистификация оргазма, демистификация сексуальности, которая связана с, некоторым пониманием, оргазма, как жесты, совершаемого генитара. Но, да, это, на самом деле, такое совершенно, ну, опять же, в духе ячмон, в таком смысле, не даром все это, не только, потому что, да, идея революционного рядах советов. То есть, раньше сам призывали к тому, чтобы отказаться от всех вот этих вот психологических описаний, да, там, удовольствия, неудовольствия. Но, при этом, он сам постоянно к ним обращается. Думаю, что необходимо такое психологическое описание тоже сексуальности, которое будет основываться, именно не на каких-то вот этих вот внутренних ощущениях, а на понимание специфики вот этого вот генитального жертв. Да, собственно, главным утверждением концентального метода является утверждение о том, что область генитального это то, чем мы удерживаем реальность в ее неизменности. в этом смысле очень удачный термин на самом деле он тоже оксане Тимофеевой. Оксана, кстати, послышалось, во время нашей московской презентации что я это сказал, да, тоже такой, между нами какой-то родившийся термин, коллективный. я просто сказал трансгендентальное единство перцепции, но оксане послышали трансгенитальное единство перцепции. Это очень удачный термин, я думаю, что это просто. Трансгенитальное единство перцепции есть некоторое единство, в котором мы удерживаем с помощью гениталии, и специфика прежде всего это в оргастическом жестовый жестоказм заключается в том, что он дает нам возможность переухватиться, в этом смысле, и начать держаться по ногам. Ну и, собственно, все в дальнейшем ход этих реакций будут как-то раскрыть удержание этого телеза и пояснить, как это, собственно, возможно, и что, собственно, предполагается, что я имею в виду. Да, то есть, на самом деле, этот тезис будет иметь смысл только при условии, с ним будет признан дополнительный тезис, а именно тезис, связанный с тем, что характер изначального конфликта, который выявляется на стадии дефиниции, и вообще, идея, которая определяющая ту или иную ситуацию концентрация, можно сказать, региональная идея, просто идея этой ситуации, также концентрирована как жест. Собственно, характер специфически оргазма как сверхжестов определяется тем, что он способен переподсоединить или переподключить к себе ту последовательность жестов, ту последовательность схем. Да, и тут я возвращаюсь к некоторому роду изначальному пониманию схемата как выверенного приема. да, это изначально значение слова «схема» в греческом языке, собственно, про это Шкловский, как я говорю, напоминает, когда он вообще вводит термин «прием». то же самое, что схема, то есть некоторое выверенное движение борца. Так вот, специфика оргазма как жеста может быть прояснена, только если будет прояснен вообще некоторый жестовый характер того изначального кода, в котором определяются ситуации, в котором замыкаются ситуации. То есть, да, я говорю про выявление основного конфликта, про то, что вот это вот, да, отношение к тому, что с нами происходит, как некоторое примечание субстанции позволяет выявить вот эти вот серии, в которых что-то навязывается, и выявить то навязчивое, что в них нас преследуют, а потом это навязчивое каким-то образом сдвинуть с места, собственно, в оргазме или сексе. Так вот, это навязчивое нас преследующее может быть выявлено в своей позднанной сути только если оно будет рассматриваться как жест. Или, иными словами, концентральная металлогия утверждает, что в первичном для той или иной ситуации, в первичном для той или иной, да, человеческой ситуации, индивидуальной, или общей ситуацией культурной, является та или иная определяющая ее последовательность жестов. Та или иная определяющая ее последовательность таких вот там двигательно-мыслительно действующих судов. И в некотором смысле это возвращение к такой в Ревессон, по теологии французских философов Ревессон, в 2-е и 19-е века он живо писал, у него была идея полтонизма жестов. Платонизм жеста предполагает, что есть, да, такие, действительно, как потом, кто говорил, идеи, то есть, да, некоторые определяющие суть той или иной вещи, того или иного состояния, той или иной ситуации сущности. Но, в отличие от Платона, Ревессон считал, что это не какие-то концепты, предположим, что Платон считал, что это концепты, не какие-то единства интеллектуальные. Ревессон считал, что это жест. Ревессон считал, что да, вот идея конституирована как-то. По-любам, Лоруэль написал свою диссертацию, еще в 60-е, такой современный французский философ. Вообще, я думаю, что Лоруэль во многом эту ревессонскую идею такой вот онтологии жеста продолжает и развивает. Это физиогномика такая? Что имеется в виду? Ну, не совсем физиогномика. Он сказал, что архитектура, например, да, и прежде всего даже скульптура. А скульптура, это поэтому такая изначальная философия, что да, это какие-то вот, это может быть какой-то поворот руки у статуи, да, или какое-то движение плеча. Вот это вот, да, некоторый наиболее изначальный элемент реальности. То есть скульптура у него, да, наиболее непосредственный план, как считал, Лоруэль воплощает, а задача философия в том, чтобы, да, то, что скульптура воплощает, проясняет. Но, опять же, мне кажется, что у Лоруэль воплощается в том, что это все остается какой-то метопитикой отегорячего, но за него очень понятно, собственно, как может быть жест тем базисным элементом реалисти, институирующим ту или иную ситуацию. И в этом смысле как раз континентальная патология призвана прояснить это. А прояснить, каким образом вообще можно говорить о жесте, как о базисном структурном онкологическом реалии. Ну, в принципе, мы можем понять, я думаю, даже интуитивно, каким образом знание жестовое о той или иной ситуации может быть определяющим. Вот я учитель вождей, я, по-моему, был, часто очень вспоминаю в связи с этим. У меня был приятный программист, который пытался к нему ходить, тоже учиться вождению. И он сказал мне после первого урока, что я у него учиться не буду. Я не могу. Я сказал, я считаю, что у него очень хороший вождение. И я ему сказал, почему, собственно. Ну, понимаешь, я не могу, когда мне объясняют, как парковаться. Вот видишь эту вещь? Вот так вот дотягивай, дотягивай, вот так. Я не понимаю, как ты так объясняешь. Но я, например, думал и до сих пор думаю, что это было, в общем-то, наиболее адекватное, действительно. Есть знания такого типа. И, собственно, консультальная онтология утверждает о любых путешествах. Она утверждает, что это не просто. Да, что это узнание такого типа. У него не только онтологическое перец есть. Не только в эпистемиологическое перец, да. То есть, что мы понимаем что-то, понимая, прежде всего, вот это вот, да. Тем не менее, да. То есть, это очевидно, что мы понимаем таким образом. Мы видели много разных исследований, да, в философиях, в знаниях. Ну, например, да, понятно, что когда мы, там, ну, все эти, там, про велосипед, конечно. Да, про то, что когда мы, там, едем на велосипеде, то, вообще-то, для того, чтобы понимать, под каким именно углом необходимо наклониться, когда мы совершаем поворот, необходимо, да, производить какое-то множество крайне сложных математических вычислений. А через что мы этого не делали, да. Потому что мы, учась держать равновесие, да, учась ездить, надо сказать, понимать, какой-то такой вот, да, уже, сенсомотор, ну, мышечно-двигательную какую-то систему понимания, да. Ну, вот уже разные, разные варианты того, что именно тут действует, да. Действует вот что-то. И, собственно, концентральная философия утверждает, что я чтет не только об эпистемологии, но и об антологии. То, на самом деле, ну, и, собственно, то, что утверждал Рависон, но почему вообще это возможно, почему такое утверждение может быть опасно. И тут, на самом деле, совсем кратко, я думаю, нужно сказать, вообще, понимание человека в концентральной философии. И, наверное, сегодня на этом я еще что-то скажу, и это будет последнее, про что сегодня мы просто говорим, что мы потом можем обсудить. Ну, о том, что концентральная философия понимает человека как совпадение-совпадение. Как удерживание вместе двух совершенно независимых друг от друга, двух автономных способов удерживания вместе, а именно в практике и в теории. И именно этим фактом и объясняется особый статус человека в мире, особый статус человека в космосе. Этим фактом объясняется, и тут я возвращаюсь к тому, о чем в начале, объясняется то, что человек способен выполнять функцию субстанциализации реальности. Или возвращение, опять же, возвращение, несовершение этого термина, в утверждение субстанции, в ее субстанциальности. Это связано с тем, что человек является удерживанием вместе, двух способов удерживания вместе. и один из них не обладает никаким антологическим приоритетом по отношению к какому угодно другому. Я не думаю, что есть особое некоторое особое свойство мышления или особое свойство чисто человеческой деятельности, благодаря которым человек мог бы патентовать на некоторый особый статус в мире по отношению к животным, по отношению к растениям, по отношению к неравам. Я думаю, что каждый из этих модусов удерживания удерживания вместе разделенного, мысль, человеческая практика, фотосинтез в растении или какие-то еще им присущие способы удерживания вместе разделенного и соответствующие существования, которые есть, микробов или обманет, они все совершенно ревдоцентны. Мысль действительно ничем не выше. Но человек, именно благодаря тому факту, что он удерживается удерживанием вместе, двух способов удерживания вместе, обладает доступом к особому типу знания, можно назвать третьим типом знания, третьим видом знания, который не идентичен ни в мысли, ни в практике, а является именно знанием совпадения, знанием об удерживании вместе с ребеном, как таков. Да, и именно этот факт и позволяет ему признавать то, чтобы быть передовым отрядом в борьбе за освобождение реальности, от ее запутывания в самой себе. Ну, этот факт и обеспечивает человеку некоторый онтологический приоритет. Ну, а собственно, я сейчас попробую совсем кратко, конкретно почитать, о чем идет речь. Вы, я думаю, знаете, что в философии, особенно в философии XX века, было достаточно много попыток определить человеческую ситуацию, определить положение человека, определить статус человека с помощью апелляции к одной из двух, скажем так, автотрансцендирующих способств. К одной из двух первичных по отношению к реальности, недетерминирующих ее способностей, а именно к человеку как существу, способному действовать, и этим действием определять реальность, или же к человеку как существу, способному говорить, способному... да, о чем говорить, способному дальше... Существо обладающим языком, скажем так, да. Обладание языком, вообще то, каким образом этот первичный язык разворачивается, тут уже могут быть различные позиции, да, у меня может быть письмо, или, например, это может быть чисто логический, или это могут быть, это может быть, наоборот, реальный, естественный язык, как у Польных Гершей. Тем не менее, предполагается, что этот язык, эта способность к некоторому языковому разворачиванию, он не авторичен по отношению к реальности. Он, да, ну, собственно, Польных Гершей начинает с... свои логические исследования с полемики с Агустином. Агустин – это такой подход к языку, который предполагает, что язык вторичен по отношению к некоторому объективному. Так что вот есть объективный мир, и как человек вообще начинает говорить, как откуда возникает у ребенка язык, и как вообще, да, появляется язык, человеку показывают на яблок. Говорят, яблок. Он показывает на самовар. Говорят, самовар. И он потом постепенно учит это делать. Давид Герштайн достаточно убедительно демонстрировал, что это вообще так не может быть, что язык не функционирует, что есть некоторое саморазвитие языка, есть некоторое языковое поведение, да, если так можно сказать, языковые игры, которые первично подошли ко всем яблокам, самоварам, которые необходимы для того, чтобы человек вообще мог иметь дело с яблоками, с самоварами, да, с какими родами. Так вот, есть такого рода попытки описания человеческой реальности, как связанные с некоторого рода первичным по отношению к миру языком, языком, который конституирует мир, а не зависим от мира, и есть описание человеческой реальности, ну вот, Хайдеггер, да, с его теорией подручной. Хайдеггер говорит, что, каков вообще первичный способ данности нам опыта, какой первичный способ данности мира, а только об этом вообще и имеет смысл говорить, потому что, кроме того, мы не всем не можем иметь дело. Да, в отличие, там, Хайдеггер в этом отношении с Гусарлем, как вы, 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 вы знаете, понемизирует, Гусарль считает, что изначальный способ данности мира, да, если мы возвращаемся к самим вещам, к опыту, то мы возвращаемся к восприятию, да, к тому, что вот мы воспринимаем стул. А Хайдеггер говорит, что это совсем не так, то первичный способ данности мира, это некоторая дальность имения дела в обращении, да, что мы, вообще говоря, со стулом, мы имеем дело, как с каким-то примером, на который можно сесть, на который можно, да, на который можно облокотиться, который стоит, например, здесь, в рамках, какой-то, да, вот этой деятельности, лекции, да, для того, чтобы можно было прийти, и на них сидеть, и лекти. И вообще, для того, чтобы смотреть на стул, для того, чтобы его воспринимать, как некоторые, вроде бы, да, сам по тебе существующий в мире объект, нужно из этого, изначального, способы данности мира, этого способа подручности, как его называют, хайлига, нужно из него абстрагировать, вычесть, все, вот это, да, весь тот контекст, который стул обычно дан, нужно оставить, нужно, нужно отстраниться, да, первично, именно вот эта, вот, практическая деятельность по обращению с предметами, стулей, молотками этими, бесконечными, которые называют, хайлиги, любые, последователи, и, иначе, и тогда. Так вот, я думаю, что, специфичность, человеческого положения, специфичность, человеческого статуса, может быть выявлена, только если, принять внимание, что, и то, и, другое объяснение, и тот, другой подход во мне, что, человек, на самом деле, определяется тем, что в нем совпадают, две совершенно независимые серии, с одной стороны, в серии, вот, саморазвивающихся, по своим законам, существующих, логосом, языка, мышления, да, на самом деле, уже менее важно, как именно мы характеризуем этот, первичный, развивающийся логос, понятно, что это некоторая, отдельная, серия, и, противостоящая серия, практическая, то есть, обращение с вещами. И, подобным родом понимание, оно, конечно, в своем, стойке, спинозийское понимание, понимание, как, в некотором отношении, даже к картезиатам, у Декарта начинается, который понимает, человек, психофизического существа, но у Декарта, предполагается, что между этими двумя составляющими существует какая-то связь, а спиноза, собственно, первые, кто утверждает, что он сам, никакой связи нет. Есть просто сам по себе развивающийся атрибут мышления, у которого есть какая-то его, собственно, внутренняя взаимосвязь, и есть сам по себе развивающийся противоположный, другой, точнее, атрибут, который спиноз называют протяженностью. Я думаю, да, опять же, тут есть много всяких причин, по которым этот второй атрибут оказывается фальсифицирован не у спиноза, а у Канта, как протяженность, да, и, собственно, Маркс, я думаю, одной из главных, собственно, возможно, его достижений заключается в том, что он вводит практику как истинное имя этого второго атрибута. Есть вот эта вот спинозийская идея, которую, на самом деле, Кант потом развивает, возможно, наиболее последовательно, Кант говорит, что, собственно, весь наш опыт состоит из двух совершенно друг с другом не связанных частей, из двух совершенно друг с другом не связанных цепей синтезов. С одной стороны синтеза рассудка, с другой стороны синтеза чувств. Да, опять же, Кант с одной стороны мышления, с другой стороны тоже прежде всего протяженность, пространство права, там еще уходится время, которое оказывается, конечно, сполагачивым. Маркс, извини, но историко-философски это скорее Вальбранш, чем спиноза, кто за это все отвечает. Ну, не совсем. Идея, что ты все время связываешь не связанные вещи. Нет, Майкраш все-таки, на самом деле, ну да, азианализм, да. Но, опять же, мне кажется, что у спиноза есть при этом, есть еще и тот момент, что при этом есть некоторый параллелизм, да, есть порядок и связь идей, который тот же, что порядок и связь вещей, и есть идея того, что с одной стороны человеку доступны эти два атрибута, а с другой стороны, у него есть доступ к субстанции, которые есть вот этот вот порядок и связь. Да, то есть это не просто непонятно, как связанность, а это связанность, которая с одной стороны вроде бы не связана, а с другой стороны, есть субстанция, которая разорачивается и в другом другом. Ну, и, собственно, да, речь идет, Макграж, безусловно, тоже в этом, да, реактивном присутствует, и речь идет именно о развитии вот этого вот понимания человеческой реальности, ну, и, условно, звезды, завершающий, ну, параллельно развивающихся не связанных друг другом, мира и языка, как в логике смыслов он их характеризует, это понимание человека, как, да, то есть, что здесь имеется в виду, наверное, надо уже скоро заканчивать, иметь в виду, что мы действительно каким-то совершенно парадоксальным образом существуем в реальности двух рядов. С одной стороны есть некоторые реальности совершаемых нами действий, в которых есть их собственная последовательность, их собственная взаимосвязь. В другой стороне есть реальность идей, мыслей, слов, которые каким-то образом также разворачиваются, и их разворачивание играется нашим разворачиваниям, и мы существуем в некотором роде параллелизме этих двух разворачиваний, в ревизме этих двух реальностей, и несмотря на то, что между ними нет никакой связи, они оказываются в нашем существовании сердца. и в день консентальной топологии является утверждение о том, что именно благодаря тому, что человек является удерживанием мести, вот этих двух способов удерживания мести, человек способен на некоторого рода редукцию, которая позволяет ему, да, соответственно, он должен иметь дело с конкретным удерживанием мести, в действии, или с конкретным удерживанием мести, но при этом он может не до конца погружаться в эти конкретные удерживания мести, он может, обратив внимание на то, что он является сочетанием двух независимых друг от друга, двух автономных цепей удерживания мести, иметь дело с удерживанием мести, как таковым, то есть тем порядком и связью, который разворачивается одновременно как порядок и связь идей и порядок и связь гадатус. И в этом смысле есть что-то продолжение спинозийской идеи и заключительным утверждением в кондентальной антипологии является утверждение о том, что это серединное поле может быть домом непосредственно и оно непосредственно как жест. Жест или схема это как раз и есть то общее знание о некоторой жестовой последовательности, знание о некоторой последовательности вот этих вот схем. Кантовская схема как о последующем и промежуточном между синтезами рассудка и синтезами чувственности. Так вот, знание о жестах, знание о схемах это и есть тот вид знания, в котором осуществляется в человеческом случае знание о совпадении, знание о субстанции, знание об удерживании места индивидуального картиков. Поскольку жест или вот этот область схематическую область вот 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 чуть ниже и так а потом правее и наверх это область собственно что это означает чуть ниже вот так потом правее и наверх это ведь относится не к действию и не к мысли но это может одновременно относиться и к действию и к мысли так вот собственно основным утверждением концентральной антопологии и итогов является утверждение о том что благодаря тому что человек является совпадением совпадений он имеет доступ к знанию вот об этом натягиваем туда а потом вот таким вот образом вниз которое и является знанием об удерживании мести как таковом об удерживании мести не сводящимся к тому или иному атрибуту мысль и действию хотя и всегда данному в том или ином атрибуте ну что я думаю что на этом наверно можно остановиться ну и вопросы мне кажется потребует довольно большого ответа потому что тут как-то все упаковано ну и соответственно вопросы все будут в огне и скорее всего потом сами ответиться хорошо ну ладно тогда спасибо 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 спасибо